здравствуйте друзья среда среда а завтра четверг когда в принципе должно закончиться по плану должно было бы закончиться обсуждение миграционной реформы в сенате сша и начиная с пятницы сенат уходит на недельный перерыв хотя многие сенаторы говорят что вопрос важный вопрос сложный и как бы нет смысла прекращать все это и говорит что у нас есть всего неделя но тем не менее вот председатель сената рассказал что вот вам неделя вот меньше недели фактически там они профукали все то время что у них было до того в базарах там по процессуальным вопросам то есть даже не по существу по существу договориться они не могут никак потому что на на чаш весов как бы не неравные вещи получились то есть можно было бы реалистично обменять легализацию даковцев на забор в смысле там сколько-то денег там 19 миллиардов 20 миллиардов трамп хочет 25 но но во всяком случае на это можно было бы обменять то есть и то и другое в народе поддерживается я не хочу сказать что сенаторы в целом считают что идея забора правильно это не так они этого не считают но трампу это нужно в политических как бы таскать своих предвыборных делах но это можно было бы это можно было бы обговорить собственно демократы давно были согласны они были согласны 42 миллиарда потратить на эту стену там четыре года назад тринадцатом году когда реформа обсуждалась они они согласны были 42 миллиарда дать но остальной паровоз который мы к туда к этому довешен это прекращение семейной иммиграции и лотерея опять лотерея никто бы не стал сильно переживать на республиканской стороне так точно у демократов но они бы что тут сказали давайте взамен что-нибудь сделаем и наверное можно было бы взамен что-нибудь сделать но но вопрос вот какой если бы мы сегодня взяли вот эту реформу которая предлагает трамп вот просто в чистом виде все что он предлагает в самом чистом виде и поставили бы в сенате на голосование а в сенате нужно 60 голосов из 100 и республиканцев там 51 демократов 49 то есть так ровненько так нежненько проходит но даже если бы достаточно было просто элементарного большинства вот того большинства которого не хватило республиканцев для того чтобы там скажем откинуть обама кир то есть они они сами с собой вот эти 51 тогда их было 52 значит они сами сами с собой не смогли договориться они из 52 не могли проголосовать 50 потому что когда поровну ложится 50 на 50 то вице-президент имеет сказать право ту или иную чашку весов перебросить так вот они из 52 50 не могли собрать на отмену обама кир среди себя самих на вот эту иммиграционную реформу которая убивает права граждан сша вы бы вслушайтесь граждан сша убивает права граждан сша на воссоединение с родственниками это с 65 года основа основа иммиграционной политики страны 65 года люди которые там сидят в этом сенате в конгрессе они не помнят как было до того там уже не посетите 65 лет назад отмотать это свыше 50 лет что они помнят что было нет ну там есть люди по 75 и по 80 может они припоминают так молодые годы но сами подумать так вот это основа политики страны поэтому там им не хватило значит там пары голосов чтобы обама кир откинуть здесь бы им не хватило половины то есть эта вещь которая не проходит не только демократов уже бог с ними это вещь который не проходит республиканцев ну никак ну то есть то есть просто это что называется ин пассе да у нас вот и это то что делает белый дом там случае трамп администрация белый дом делает из таких популистских соображений фактически лишает возможности конгресса чему-то прийти да я я еще раз повторюсь я раньше говорил но я повторюсь что даже если в сенате там будет 60 голосов они под чем-то соберут это во первых не значит что что палата представителей поддержит совершенно не значит никак то есть скорее всего даже и нет и и трамп сегодня с утречка значит чтобы там никто не сомневался а он знает что там есть группа сенаторов там 20 человек сенаторов из обеих партий они усиленно все это время там в бэкграунде работали над каким-то вариантом компромиссным который мог бы набрать 60 голосов то есть они как бы понимаю позиции сторон они работали над тем на чем можно согласиться так чтобы было 60 голосов чтобы что-то принять что-то сделать зная что они там над чем-то работают значит трамп сделал две вещи сегодня с утречка а у них там время на три часа вперед вот у меня 9 утра а там уже полки первое он вдруг из всех там каких-то были проектов которые предлагались вдруг он один поддержал то есть раньше он не говорил что я вот за этот проект он говорит у меня есть четыре принципа значит гражданство в течение там двенадцати лет двенадцати-пятнадцати даковцам значит отмена семейная иммиграция стена и green card lottery вот у меня четыре принципа и вот значит вдруг он сказал я поддерживаю вот этот там проектом есть один из проектов который практически повторяет то что предлагал трамп но там может быть с какими-то там смягчениями небольшими но но в общем то как бы там на 95 процентов он говорит вот я этот поддерживаю сказал он это раз тем самым как бы давая сигнал республиканцам в конгрессе что если они вот будут вот за это то есть шанс что это пройдет как бы получит его подпись искал что все остальное он наложит вето это две вещи скал 1 стол этот я поддерживаю все остальное я что не соответствует я я обещаю положить на него вето наложить в это он сказал зная что группа из 20 сенаторов работает над чем-то они обещались в течение дня дать какой-то более-менее согласованный текст и вот не сегодня пораньше на работу и я вот вышел там еще 9 не было но вот в этот момент выскочила новый за две минуты до моего выхода из дома выскочила новость что они таки вышли с текстом таким неполным но предварительным соглашением и они говорят так реально может реально мы можем собрать 60 голосов вот на этом сказали они давайте вот мы вот вот это причем уже после того как президент сказал что в это наложит там и так далее так далее но вот нечто значит лишь что включено в нечто к чему мы клоним в нечто включено гражданство для даковцев ну то что администрация собственно и предлагал в течение 12 лет там какой-то у них план и 25 миллиардов на забор выделить уже они не соглашались раньше демократии на 25 миллиардов они там 19 там говорю может быть полтора там разные планы были с разными суммами но в данном случае они пошли на уступку то есть они говорят ну хорошо говорят они мы пойдем на уступку но денег вам дадим там накинем но остальное уже тогда не не идет причем еще раз это не демократы это вместе договорились то есть как бы две стороны которые пытались к чему-то прийти пришли вот к этому я думаю что лично да если например это придет какого-то еще более такого тонкого компромиссу они много сказать ну хорошо пусть и пусть у них не будет там на пути к гражданству но хотя бы мы их там пожизненно защитим от депортации а вы нам дадите на забор то есть могут еще немножко наехать на ту сторону но вот примерно это то за что люди могут проголосовать то что иммиграция семейная туда не попало и то что гринкарт лотерея туда не попало значит я еще раз открытым текстом то это понятно вроде бы но вот еще раз не гринкарт лотереи не семейные миграции там нет с одной стороны можно посмотреть на это с точки зрения торговли то есть можно сказать демократы принципами дешево не торгуют агент если ты хочешь обоих вот тебе что-то дали тут вот давай еще накинь что-нибудь то есть грубо говоря так им не дали достаточно чтобы они сказали уже хрен с ней там семейные миграции хрен с ней там стоит иммиграции вот можно было бы так к этому подойти но но еще раз делать в данном случае дело не в демократах то есть если лотерею еще можно было бы поторговаться да то есть республиканцы могли бы сказать ну хорошо давайте мы там еще чего-нибудь и уберем лотерею это бы легко прошло это просто вопрос цены но семейная иммиграция это это вопрос уже не о демократах это вопрос о республиканцах то есть там где включена семейная иммиграция они бы уже республиканцев сенате точно не прошли это не могло бы стать законом ни при каких обстоятельствах семейную иммиграцию уперты не только демократы а республиканцы причем я думаю что у них нет большинства то есть среди республиканцев нет большинства за отмену семейной иммиграции мы не знаем точно там количественно как это легло в случае я не знаю но это абсолютно не популярная мера поэтому такая такая вот история поэтому смотрим чего дальше будет они сказали вот я выезжал еще раз я возвращаюсь там 20 минут назад новость вышла сказано было что еще нужно пару часов чтобы текст этого предложения был готов и можно было бы поставить его на голосование вот ну и с учетом того что у них есть сегодня там полдня и четверг по полтора полу полтора дня осталось рабочих и в общем-то все хотят что-то принять безусловно там нет людей которые хотят просаботировать так чтобы ничего вообще не принять все хотят принять все хотят уже избавиться от ответственности за вот этих вот молодых людей там пара миллионов человек даковцев ну в первую очередь тех кто уже подал на даку и там где-то все время разные цифры называют то говорили 800 тысяч потом говорили 700 тысяч потом говорили 790 тыс я я не знаю честно я руку на на этом пульсе я не держу но вот грубо говоря вот эти вот но ну посмотрим даже было предложение вчера такое что давайте может быть но чтобы для чего-то договориться давайте на три года то есть до конца жизни так сказать вот этой администрации давайте на три года дадим им защиту от депортации ничего больше не дадим просто защиту от депортации вот на три года а за это возьмем там сколько-то денег ну ну сколько-то денег я там не помню сколько и вот значит и разойдемся и просто отложим чтобы вот отложим такой вариант тоже был но в общем состояние дел на так сказать на текущий момент я доложился и наблюдаем наблюдаем это неожиданный процесс трудно сказать какой момент что может произойти но вот пока вот так счастливо